Привет, друзья! Я обещал рассказать вам, чем бесплатные ликбезы отличаются от платных вебинаров. Если и там, и там, я по доброте души оказываю помощь для остров в этом нуждающихся, которые в стрессе находятся. Ну, во-первых, я вам скажу. Бесплатные ликбезы, они идут по теме, которая заявляется у нас за 2-3 дня до проведения бесплатного ликбеза. И, пожалуйста, больше туда заходите, людей, потому что это нужно всем и каждому. Может быть, вашим детям, вашим соседям, вашим родственникам. Может быть, вашим горожанам в ваших городах, которые тоже испытывают стрессы и никак не могут выйти из стрессов и паник. Может быть, там какие-то проблемные ситуации. А вебинары, они для практики, тренировочные, для каждого, чтобы там мы показали и довели до навыков приёмы, которые заявлены в программе вебинара. Приёмы, которые там заявлены, вы по ним посмотрите в лендингах. Мы специально готовим к вебинару лендинг. И там план, что будет происходить на вебинаре. И там написано, что мы будем тренироваться и мы будем вырабатывать навыки. Не только как в бесплатных ликбезах, когда мы обучаем всех желающих снимать острый стресс. Да, ещё обучаем, конечно, включать творческие способности. Но на вебинарах мы отрабатываем для каждого, чтобы каждый получил уже из этих пониманий уже практические навыки. Чтобы вы могли не только хлёст делать. Потому что там новая парадигма внимания. Я вот делаю хлёст, а внимание моё направлено не на то, как я это делаю. Это необычная физкультура, где надо внимание фиксировать на качестве выполняемого упражнения. Здесь ресурсы в виде приёмов, движений, упражнений направлены на решение волнующей вас задачи. Вот я делаю хлёст, больше места, шире грудная клетка, а так. Да, и освобождаюсь от нервно-мышечных зажимов. Или делаю плавательные движения, или боксёр. Но я, правда, боксом не занимался, я занимался учиться. Ну и другими разными видами спорта, которые мне позволили потом найти в них что-то общее. Вот, например, джиу-джитсу бросают на голову человек, а в джиудо только на спине. Джиу-джитсу посерьёзнее. Но я занимался серьёзными делами, поэтому я нашёл, как это помочь всем людям, чтобы они быстрее выходили из шоковых состояний. И потому что я готовил не только олимпийские команды и международные команды спортивные, но я ещё готовил лётчиков-испытателей и разных других людей. Поэтому я знаю, что вам посоветовать. А эта картина пока висит у меня. Потому что я жду скрипача, который мне написал, хочу ваши приёмы для снятия зажатости для скрипачей. Он там в аспиратуре всё. Ну я и жду, он мне там написал, пожалуйста, быстрее приходите, потому что мы сейчас начнём ликбезы, завтра будет уже объявление. Так вот, хочу ещё сказать. Это очень важно, потому что я дружил со всеми почти генералами, и не только космическими, но и другими разными. В Звёздном городке, когда я проводил занятия и для руководителей Звёздного городка, и для их семей, и для детей, и для детей. Да, и Багдашевский, мой товарищ, с которым мы тогда познакомились, так называемый чёрный полковник, потому что у него чёрная была форма, он был психологом, главным психологом Центра подготовки космонавтов. Мы с ним очень много работ сделали, как адаптировать человека к невесомости. Я там модель создал такую, адаптации человека к невесомости, преодолению стресса и перегрузок. Я для чего это вам рассказываю? Потому что, когда я дружил со многими генералами, которые летали в космос, были завначальниками, начальниками Центра, они меня учили жизни, примерами, естественно. И точно так же меня учили жизни лауреаты, ленинских премий и государственных премий, мои друзья в разных областях науки. Это очень интересная жизнь. Поэтому я и на бесплатных ликбезах, и на вебинарах, соответственно, вам показываю выдающиеся, так сказать, на сегодняшний день вещи. Очень простые. Например, где находится та энергия внутри нас, которая позволяет нам иногда чувствовать себя молодыми, оживляться, включать наш гормональный баланс, снова становиться молодыми, становиться уверенными, чувствовать себя как в молодости и как продлить долголетие. где она находится, как ее освободить. Оказывается, ну вот об этом я хочу сказать в следующий раз, где она находится и как ее освободить. И мне поможет Ален, если Шейла будет свободной, она мне поможет, потому что вместе мы когда работаем, это вообще фейерверк. Каждый в своем стиле. Ну, у нас семейная династия такая. Ну, ладно, друзья. Я хочу еще нарисовать картину, которая у меня тоже была когда-то, но которую я тоже хочу дорисовать, как я и размечтался. Такую же картину, как в прошлый раз и показывал. Я хочу нарисовать, как много ромашек поднимает тяжелый космический корабль. И это так легко, воздушно выглядит. Да, друзья, вместе мы покорим не только космос там, а космос здесь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok